понятно что соблюдаю естественно потому что беда такая эта история у меня много друзей врачей ребята даже у меня некоторые занимаются кардиологи которые сейчас перепрофилировали вот в эти центры и то что они рассказывают заставляет держаться в тонусе и соблюдать все меры предосторожности хотя честно тебе скажу ты же знаешь я работаю директором телеканала точка отрыва а телеканал такая вещь которую остановить нельзя это как стали стали плавильный завод остановил все его потом не запустить поэтому мы сейчас на удаленке все работаю я каждый день а руководство канала то есть я там еще два человека мы выезжаем на работу и работаем мы работаем в студиях мы одеваем маски мы одеваем практически всю эту защиту я такое количество спирта выдал уже в машине что когда меня останавливают сотрудники полиции там открываешь окнули такой запад что и петь сразу с округлыми глазами но потом все дадут не заставляет понимает что это дезинфекция так что все остальное время естественно я сижу дома хотя дома я естественно мне такое впечатление мне друзья говорят и специально готовился у меня дома оборудовано два зала даже три в кабинете у меня йога студия я там тянусь когда просыпаюсь значит на лестничном пролете на самый последний этаж там где уже выход на крышу выход на крышу закрыт и там у меня оборудован зал вполне такой себе приличный для силовых тренировок и в подземном гараже под домом на моем машиномести где моя машина стоит я там повесил мешки макевары всякую такую историю то есть мне в принципе очень удобно я перемещаюсь внутри дома никуда не выхожу есть собачка раньше я ее выгуливал сейчас она меня и дома уже честно говоря если раньше там не упросить погулять собак то сейчас сейчас очередь выгуливать бедного козе козе это мопс каземер и он такой ленивый как все мопсы он выходит и садится ему надо посидеть иногда его приходится носить чуть не на руках что очень смешно вот но мне еще я поставил велотренажер так что стараюсь как-то держаться потому что вес набираю моментально конечно холодильник надо обходить десятой дорогой что касается последствий кризиса для канала мы почувствовали сразу потому что мы кабельный канал мы размещаемся в сетях нам платят сети сетям платят люди а у людей денег нет пошли задержки по платежам пошли отказы и естественно мы это почувствовали к счастью мы пока не уволили ни одного человека пока пока мы востребованы но я не могу сказать что это так и продлится мы собрали коллектив я собирал коллектив мы обсуждали это все и понимаем что в принципе пришли к единому мнению что если надо мы просто будем сокращать немного зарплату но оставлять людей на работе потом потому что ну куда людей на улицу без средств существования это я не могу себе представить а жить на что вот такая история пока мы держимся мы естественно телевидение рейтинги растут канал наш точка отрыва он сейчас и в калоре спасибо три калоре они нас поставили буквально недавно мы в многих сетях если кто-то из зрителей кто будет смотреть вот это интервью хочет посмотреть наш канал это мужской канал с мужским контентом много оружия много спорта много единоборств много путешествий техники ну чисто мужская такая история много практических советов он не спортивный канал мы охватываем все же все сферы жизни современного мужчины вот у меня в instagram заходите там постоянно выкладываю рекламные посты и там четко написано где в какой сети к нам можно подключиться буду очень рад вас видеть как наши зрители вот такая вот история сейчас так что пока нам удается избегать пока нам удается избегать увольнений но что будет дальше честно говоря я не знаю ну во первых у нас достаточно во первых мы сейчас николай коровин к наш любимый ведущий всех фанатов единоборств это папа ведь это ведущий который создал фактически тему единоборств на российском телевидении ребята помоложе это забыли первая программа которая вообще начала рассказывать о карате единоборствах это было программе до 16 и старше потом была программа кенгуру это все был корове сожалению об этом забыли меня честно говоря глубоко возмущает факт что до сих пор николаю коровину не вручили золотой пояс его вручили уже всем кому надо извините кому не надо а у поле у человека который сделал для единоборств больше чем весь наш спортеритет такой награды нет меня это глубоко возмущает но николай коровин вот он сейчас озвучивает очередной турнир fight nights у нас 64 турнира fight nights коми спасибо тебе огромное тем кто не знает камил и вся команда fight nights подарила эти турниры нашему каналу у нас не было денег не было и сейчас их нет и вот ребята нам пошли навстречу и я им за это очень благодарен коля озвучивает эти турниры они регулярно у нас идут мы сейчас рассматриваем еще две программы но ты понимаешь условиях современных планировать введение новых программ очень сложно и еще один очень важный момент камил вот возвращаясь к телеканалу боец свое время его смотрели просто все и мне кажется что причина была в том что показывали было очень много разных программ о карате а джудо джиу джитсу а тэдзи чуань там о чем угодно и в том числе об ммм когда ты сейчас включаешь телеканал боец я его смотрю все реже и реже парк идет 1 мм и камил при всем уважении не вся страна занимается и это сыграло очень плохую службу самому самой индустрии ммм очень плохую службу когда перебирает канал в одном направлении есть канал вот м1 с ним сюда вот это канал мм а канал боец он должен быть шире поэтому я очень люблю ммм я у меня как ты знаешь давние отношения с вами я снимал программы для россии 2 еще когда мы все это начинали когда многие ребята которые стали сейчас реальными звездами они были только начинающими но я считаю что должен быть баланс между ммм и другими единоборствами у нас канал который всеохватный канал который охватывает все сферы жизни современного мужчины я согласен что у нас пока маловато мы будем поднимать процентное содержание где-то относительно 10-15 процентов потому что есть спрос это модно это круто это современно вот но не больше не больше потому что тогда это пойдет ущерб всему каналу я считаю и в ущерб самому же ммм потому что когда человека перекармливаешь даже сладкими конечно люблю конфеты переел конфеты потом не хочется их уже то есть надо по чуть-чуть должен быть легкий голод мне так кажется я могу ошибаться ну слушай появление было такое безобразное честно говоря мне за некоторые моменты так не совсем удобно но спасибо игорю опера фризанцев что он меня тогда сподобил он меня выкинул и он мне как бы дал пинка если бы не игорь я бы никогда в жизни не вышел и не почувствовал что такое выйти когда сидит полный зал огромный зал несколько тысяч человек тысяч четыре было по моему даже пять не все в зале к тебе хорошо относятся это тоже чувствуется но это огромный опыт я за этот опыт благодарен игорю прежде всего но естественно тебе камил сей команде fight nights тренер моему максиму дедику который меня тогда готовил то есть это был опыт и который никуда не денешь зарекаться чего-то я не буду не знаю может выйду может нет не знаю пока камень честно говорить не буду что касается бодибилдинга по бодибилдингу выступать точно больше не буду это честно вам скажу братцы это адский вид спорта это тот кто не пробовал это на себе это такая самодисциплина это вот люди которые выступают по бодибилдингу это хорошем смысле настоящие маньяки это сушка это нечто я исходу третьего месяца у меня из дома съехали все там жена собака дети я кидался на всех просто уже этому такой тоже опыт важнейший ты понимаешь как твое тело реагирует там разные нагрузки на кардио на диеты на прием каких-то препаратов вот все это выучил но потом я повторять это конечно это у меня огромное уважение ко всем профессиональным спортсменам бодибилдером как-то я теперь когда ты эту шкуру на себя напялил прошел я весна никогда не гонял а я убрал тогда я вам по моему килограммов 35 чтобы весовую войти адские воспоминания но форма была такая картинки детям показывать как вот да я в твоем возрасте а ты опять же это помогает сейчас тренировках сейчас тренировках ты вот мне задал вопрос отжимания подтягивания ли и отжимания на брусьях однозначно не брусья вот это сильно критиками по многим вопросам критикуют но то что я говорю что брусья травмоопасный снаряд я остаюсь при своем мнении хотя я делаю отжимания на брусьях я сам себе не противоречу но мне тренажер гравитрон там в упражнении отжимания на брусьях вот когда ты проходишь мертвую точку вот это частенько там не разогрелся возраст уже связки некий происходит надрыв бицепса у меня он произошел вот здесь повторно у меня до это было там травма потом повторно и у меня многие друзья так травмировались поэтому я люблю отжимания пола но король упражнений для меня подтягивания подтягиваясь чисто со своим весом я немного где-то раз 8-10 сейчас врать не буду но это чисто армейское подтягивание у меня есть 120 сейчас работы на гравитроне или с упором ногами с упором ногами так называемые вьетнамские подтягивания или подтягивания по голде вот это король упражнений для меня на самом деле, хотя форма куется на кухне, это ни для кого не секрет. Мир уже поменялся очень сильно, я останусь тут при своем мнении, меня, конечно, свое мнение по поводу всего этого коронавируса, всей этой истории, я знаю, что в Москве вот в индустрии фитнеса на улицу выброшено только в Москве, 250 тысяч человек, без средств существования. Им никто не помог, про них никто не заикнулся. Не секрет, что индустрия ММА это убыточный проект у нас в России, там настоящие фанаты, там все, кто смотрит программы, они же мало знают про то, что это все держится исключительно на спонсорских деньгах, и Камил, ты знаешь, что это как никто, и памятник вам всем ставить, и тебе, там, и ACA, и современного Панкратиона, и всем-всем ребятам, и тому же М1, кто находит эти деньги, делать людям праздник. Бойцы почувствуют в первую очередь, а потом почувствуют все, это вот бросит все, не знаю, там, в 90-е всю эту историю. Ну, жить надо, работать надо, но я, честно говоря, в каком-то замешательстве, не сильном, как бы, я уже многое повидал, но будет очень тяжело в ближайшие два года, я думаю, что мы только вкатываемся. Сейчас тяжело дома сидеть, а потом начнется тяжело, когда люди будут без работы, без денег, без средств существования. И вот этот период важно всем держаться вместе, помогать друг другу, поддерживать, даже на еду деньгами, помогать близким каким-то своим, это зачтется, братцы, всем, беречь друг друга, и даже если до всего этого где-то у вас были какие-то противоречия, то сейчас самое время протянуть друг другу руку. Я очень благодарен Камилу Гаджиеву за то, что вот он сотрудничает с нами, помогает нам очень сильно, я имею в виду телеканал «Точка отрыва», мне лично, как человек, очень много помог в этой жизни. Камил, спасибо тебе огромное, всей команде «Файт Найтс» я желаю продержаться, пройти достойно, пройти достойно этот период и удивлять нас прекрасными турнирами, прекрасными бойцами, а всем зрителям, братцы, будем жить, удачи!